Я хочу сегодня открыть место Писания, которое мне Бог как раз перед новым учебным рабочим годом открыл. Я считаю, что это очень чрезвычайное, важное место именно для начала нового учебного года, рабочего учебного года. Откроем Евангелие от Иоанна, вторая голова. У нас также сегодня будет, как в каждое первое воскресное служение месяца причастие в конце. Но в начале священное Писание. Иоанн, вторая голова. Я редко эту историю читаю, потому что боюсь неправильных толкований у некоторых. Верующих. Думаю, особенно для России это важно правильно понимать. На третий день был брак в Кане Галилейской. И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус. И ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Сразу сделаю замечание. Чтобы у вас во время свадьбы не было таких же проблем, как в Кане Галилейской, делайте свадьбу безалкогольной. Это очень просто. Женившиеся в Кане не додумались до этого. Некоторые говорят, чувствую свадьбу безалкоголя. А как порадоваться? Вот вы знаете, вот самое ужасное, когда мы не можем радоваться безалкоголя. Вот это, мне кажется, самое ужасное состояние. Когда тебе нужно что-то, чтобы радоваться. Потому что так к тебе лучше не подходить. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, видишь, вина нет у них. Иисус говорит ей, что Мне и тебе, Жена, еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой. И наполнили их доверху. И говорит им, теперь подчерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпывавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег, доселе. Тогда положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Вы знаете, наша жизнь состоит из множества разных этапов. Вот сегодня мы молились за первоклашек. Это же начало нового этапа в жизни. Все новое. Новый распорядок дня, новое окружение, новые требования, новая ответственность. И может быть, он был отличным посетителем детского садика, но в школе все по-другому. То есть все меняется. Точно так же, когда человек заканчивает школу, поступает в высшее учебное заведение, либо устраивается на работу, либо решает создать семью. Все это начало нового этапа жизни. И это нормально, когда один этап заканчивается, другой этап начинается. Это хорошо, это ужасно, когда ребенок всю жизнь ходил бы только в один садик, детский садик. Вот всю жизнь, тебе уже там, не знаю, 67 лет, ты все в садик детский ходишь. Тебе там понравилось в два года. И ты решил, зачем добра добра не ищут, зачем что-то менять. И ты ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь. Но я понимаю, что когда мы смотрим у двухлетнего, это нас радует и умиляет. Но если то же самое делают 60-летние, это уже не вызывает такого умиления. Правда же? Почему? Жизненный этап другой. Все прошло, новое наступило. И с одной стороны, драгоценные мы это с вами все понимаем. Но в то же самое время, каждый раз, когда перед нами открывается что-то новое, когда мы чувствуем, да, новый этап, это как новая ступень, да, ты словно упираешься в тупик, но нужно подняться выше и оказаться на новом уровне, да. И вот каждый раз, вот упираясь в очередную стену, да, страшно что-то становится. Почему? Да потому что наша человеческая греховная плоть настолько свыкается вот с тем, что у нас есть, что она часто ничего не хочет менять. Ее все, может быть, даже и не все устраивает, но лучше плохая стабильность, чем там неизвестные перемены. Лучше вот все как есть. Ничего не надо менять. И есть вот такие люди, которые у них в жизни ничего не меняется, ничего как бы особенно не происходит. И вроде бы уже нужно войти во что-то другое, заняться чем-то новым. А они из-за страха, из-за боязни так и не входят в это новое. И мы видим, что Иисус Христос с одной стороны был Сыном Божьим, и Он показал нам любовь Небесного Отца. Но с другой стороны Он называется Сыном Человеческим. И Он показал нам пример человеческой жизни. И Он, как все люди, сталкивался с испытаниями, сталкивался с искушениями, сталкивался со сложностями. И вот представьте себе, вот Он вырос в семье плотника. Никогда еще Он не совершал ни одного чуда. И вот Он достигает 30-летнего возраста. В Его жизни начался новый этап. Этап служения людям. Дух Святой только что сошел на Него в виде голубек, когда Он крестился в Иордании. Он получил силу, Он получил помазание идти исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. Помазание Духа Святого было на Нем, сила была на Нем. Иоанн, креститель, когда увидел Его идущего к Ордану, закричал. Вот идет огнец Божий, который берет на себя грехи мира. То есть все новое начинается, помазание сошло, сила сошла. Но Он еще никогда не совершал ни одного чуда. И получив все для нового этапа, даже Ему, Сыну Человеческому, было трудно перейти в новый этап своей жизни. И когда там, видим, проблема была на браке в Кане Галилейской, и к Нему пришли, и Он узнал, что вот там проблема, нету вина там. И мать Его сказала, что Он ей ответил, а что мне и тебе, жена, еще не пришел час Мой. То есть, послушайте, внутри себя Он ощущал, да, Он пришел в этот мир для служения. Но в то же самое время Ему всегда, Ему, как и всем нам, в тот момент казалось, что еще не пришел час. Да, я знаю, это будет, но не сейчас, а когда, а потом, потом, потом когда-то. И мы видим, что как раз часто и пришел, потому что Он же совершил чудо. И написано у Иоанна, что этим Он начал чудеса, да, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. Это было первое сверхъестественное чудо, которое было создано тогда. Но в то же самое время мы видим, что Он, будучи Сыном Божьим, как Сын Человеческий, переживал внутри себя вот эти сомнения, эти борения, когда тебе кажется, что еще рано, еще не пришло время, еще не пришел час. Вроде бы и хочется, но и страшно, потому что в старом, может быть, уже все надоело, однако комфортно, однако уютно. Вот вы знаете, Бог каким-то образом сделал, что в нашей церкви огромное число чрезвычайно талантливых людей. Но я это объясняю, каков поп, таков и приход. Очень интересно, что многие люди именно в нашей церкви начали раскрывать впервые свои какие-то дары и таланты. Я, знаете, сегодня, когда там где-то, недавно помню, шел, и там был включен телевизор и первый канал, какая-то музыкальная программа, я смотрю, о, музыканты, которые у нас много лет в церкви играли, там Барабанчик сидит, помните Игната, да? Игнат сидит, все. Думаю, вау, музыканты, которые у нас много лет трудились в церкви, они сегодня там по первому каналу с каким-то известными музыкальными коллективами. Некоторые оперные певицы, которые начали сегодня поют, не только даже в России, начали петь впервые именно в нашей церкви, не имея никакого музыкального образования, с ними занималась там Диана, Галя занимались. Занимались им там, сольфеджио преподавали, учили их там что-то открывать, что-то закрывать, куда-то там давить, что-то там выталкивать. Вот, они учили их, они ничего не знали. Сегодня они там где-то везде поют, но начали они это здесь. Есть там бизнесмены, политики, которые, я смотрю, там они где-то уже там живут в других городах, даже в других странах, которые много-много лет были здесь и приходили, и мы молились за них. У нас вот не так давно вышла замуж, вот буквально в августе месяце, в прошлом месяце у нас вышла замуж, руководитель хора Вера, вот, она вышла замуж, они уже, наверное, уехали, да, они уже уехали, вот. И знаете, мне всегда так бывает, вот как-то грустно, с одной стороны, когда кто-то ко мне подходит и говорит, пастор, вот мы уезжаем, вот Вера Ван Дышева, вот они переехали жить с мужем, он сам из Новороссийска, по-моему, да, уехали в Новороссийск, уезжаем. С одной стороны, думаю, так жалко, потому что вы настолько становитесь для меня близкими, родными, дорогими, но в то же самое время я внутри себя ощущаю большую радость, потому что Бог призвал нас, чтобы мы были церковью, которая благословляет даже не только этот город, и даже не только эту страну. Когда, я помню, пришли к нам в гости Аркадий с Диной Клейной и говорят, пастор, как вот думаешь, вот если мы поедем в Израиль, с одной стороны, я думаю, вау, как-то вот, как же без них, уже такие родные люди, вот, когда они у нас приезжали, да, настолько родные, близкие люди. С другой стороны, я думаю, когда у человека заканчивается какой-то жизненный этап, и у него начинается что-то новое, нужно часто людям помогать шагнуть в новые сферы, шагнуть вот на новую, на новую ступеньку, потому что страхов и так хватает. Некоторые пасторы, некоторые проповедники, они все, что делают, пытаются привязать людей к себе, привязать людей к своей церкви, вот только ты должен с нами быть. Ты знаешь, это не церковь, это просто обычная манипуляция, когда людей используют для формирования собственного служения. У меня совершенно иная философия. Я знаю, что я служу для того, чтобы помочь вам раскрыть ваши дары, ваши таланты. Я чрезвычайно счастлив буду, если вы всю жизнь проживете вместе со мной в этом городе, и мы здесь будем вместе служить, правда же? Но если вы уедете, я тоже буду раб, потому что, если Бог вас где-то будет использовать в других местах, в других городах, в других странах, слава Богу, не нужно этого бояться. Господня земля и все, что наполняют ее. Мы можем жить, где хотим, мы можем делать, что хотим, главное быть там, где Бог тебя хочет видеть, и делать то, что Бог призвал тебя делать. И так мы, когда подходим часто к новым этапам, к новым рубежам, только не подумайте, что, конечно, я имею в виду чисто о географии здесь речь, можно оставаться жить в Екатеринбурге, но чувствовать призвание здесь, в этом городе, начать какие-то новые дела, может быть, там новый бизнес начать, или там новое какое-то служение начать, которое бы благословляло многих и многих людей. То есть есть разные новые этапы. Похоже только одно – это страх войти в что-то новое. Похоже это одно, это тот же самый голос. Вот сколько раз я помню, у меня внутри был такой голос, «О, еще не пришел час мой». Дружб, как же не пришел? Ну как же не пришел-то? Что тебе нужно еще? Дух Божий на тебя сошел? Сошел. Ты в Иордане был крещен? Крещен. И Иоанн говорил о тебе пророческие слова, говорил, ну все, ты все получил, помазание Духа Святого, силу, ты все получил для того, чтобы войти в новое, чтобы начать какие-то новые вещи. Не бойся. А внутри все тот же голос. Ага, не пришел еще час мой. Вот еще останусь, еще побуду, еще буду заниматься тем же самым. Да уже можно другим. Уже ты чувствуешь, что ты уже готов к новым вещам, к новым свершениям. Нет, 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 наверное, как-то еще, как-то вот я еще вот, ну не чувствую, как-то мне боязливо. Всегда, когда вы хотите заняться чем-то новым, пойти дальше, у вас будут вот это ощущение, боязливо, страшновато, тяжело. И вот эти вот эти ощущения есть, а как там, а как там будет. Вот, я помню, когда клейный к нам приходили, они говорят, вот как-то это, мы просто брали и молились, и я им сказал, говорю, ребят, вот у вас сейчас есть реальная возможность, уже потом, когда вам будете знать сколько, 80-90 лет, уже куда переезжать-то. Нет уже, уже в другую квартиру трудно. Говорят, сейчас возможность, я буду молиться, мне очень горько с вами расставаться, но я хочу, чтобы вы были там, где Бог хочет вас видеть. Я хочу, чтобы Бог действовал через вас. И это относится не только к клейным, скажи ближнему, это к тебе тоже относится. Да, ты должен быть там, где Бог хочет тебя видеть. Скажешь, я знаю, что в Екатеринбурге, слава Богу, я рад, но даже в Екатеринбурге ты должен делать именно то, что Бог желает. Часто мы уже проходим, проходим какой-то этап, все заканчивается, заканчивается. И это было хорошо, но если это будет продолжаться, это уже хорошо не будет. Я помню, когда я окончил школу, мы тут молились за первоклассник, когда я окончил школу, мы тогда учились 10 классов, 10 классов, помню, окончил, и уже поступил в институт, учился в институте, и мне еще какое-то время продолжало сниться, что я иду в школу на экзамены. Были сны ужасов какие-то. Я уже ничего не помнил там в этой школе, я уже не помнил там эти какие-то формулы, может, там в институте другим занимались. Вот, я помню, так просыпался, и такой думаю, слава Богу, не надо в школу идти, думаю, слава Богу, мне сейчас уже на работу пора. Вот это пугает, вот этот страшный сон, когда что-то прошло, а тебе словно нужно вот снова туда возвращаться. Такой драгоценный у некоторых этот страшный сон длится. Ты уже, может быть, давно и жил то, чем ты занимаешься. Ты, может быть, уже давно освоил и стал великим профем вот на том уровне, на котором ты сейчас находишься. И Бог желает ввести тебя в новые сферы. Бог желает направить тебя дальше. А тебе страшно. А как там будет? Лучше там, знаешь, вот синица в руках. А зачем куда-то еще рваться? А зачем куда-то еще? И внутри ты одновременно хочешь перемен и одновременно не хочешь перемен. С одной стороны, тебя новое манит. Ты устаешь от старого. С другой стороны, тебя новое пугает. А вдруг не получится? А вдруг не смогу? Вот в старом находиться так было привычно. Так было обычно. Такое драгоценное. Все это прошел Иисус Христос, Сын Божий. Когда говорил Жон, еще не пришел час мой. Но слава Богу, что Он все-таки начал совершать чудеса. Икана Галилейская стала первым местом сверхъестественной силы, проявления силы Божьей через нашего Господа Иисуса Христа. Я очень хочу сегодня вот в конце собрания вместе с вами молиться, чтобы точно так же в вашей жизни, в вашей жизни наступали новые этапы, и вы не боялись шагать в новое. Вы не боялись заниматься новым. Даже если не все получится, даже если будут ошибки. Но мы же понимаем, что ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. Всегда, когда ты будешь заниматься новым, ты будешь делать ошибки. И всегда, когда ты будешь заниматься новым, ты вначале это будешь делать не очень хорошо. Есть одно важное правило. Чтобы что-то делать очень хорошо, тебе вначале нужно не бояться делать это не очень хорошо. Ни один проповедник не начинает с великих каких-то проповедей. Да, есть неудачные слова, есть неудачные проповеди. Но если тебя это остановит, ты никогда не станешь тем, кто исполняет волю Божью. Учись, занимайся, действуй. У нас с вами сегодня вот этот Новый год, новый рабочий учебный год открывается. Я бы так хотел, чтобы каждый из вас молился, Бог, что новое ты хочешь, чтобы было в моей жизни, в моем служении, в моей работе, в моей семье. Какие новые вещи, какие новые горизонты, чтобы у нас не был вот этот постоянный день сурка. Одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это же ужасно, когда одно и то же. Каждый год, каждый год, каждый день, каждый месяц. И мы видим, что смотрите, если мы откроем в этом же, в Евангелиях, откроем, но уже не Иоанна, а откроем Евангелие от Марка, 14 главу, 22 стих. Как раз то, что мы будем совершать с вами сегодня, вкушая Евхаристию, 22 стих. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое!» И взяв чашу, благодарив, подал им и пил из нее, и пили из нее все. И сказал им, сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». 33 стих в этой же главе. «И взял с собой Петра, Якова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И это я немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Ав, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими. И говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуй и молись, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели. И они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час, вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И вот посмотрите, мы говорили, в 30 лет в его жизни начался новый этап, этап служения. Служение людям, исцеление, изгнание бесов, воскрешение мертвых. Проповедь, учение о Царстве Божьем. И вот в таком темпе он жил три года. И по прошествии трех лет, когда ему было уже 33 года, в его жизни снова закончился этот этап. И начался новый этап. Уже не просто служителя, а искупителя. Уже не просто тот, кто изгоняет бесов, а тот, кто берет на себя грехи всего мира. И рубежом стала Гефсимания. Именно с Гефсиманией начался вот этот искупительный подвиг Иисуса Христа. И мы видим опять, когда начинался новый этап жизни Иисуса, он переживал самое большое давление. И это давление было не извне, как на кресте. Это давление было изнутри. Когда он, мы видим, молился, да? Мы молимся и просим, чтобы миновал его час сей. Как он говорил в Кане Галилейской, не пришел еще час мой, так и здесь. Войти в новое так было страшно. Но если бы он всю жизнь так и проходил по Израилю, исцеляя людей, помогая, изгоняя бесов, он принес бы огромное благословение для людей того времени в Израиле. Но это никак бы не касалось нас с вами, живущие спустя две тысячи лет совершенно в другой части мира. Но Иисус Христос почувствовал, что время войти во что-то новое. И хотя внутри него была борьба, он в конце концов сказал, «Но, впрочем, для сего часа я и пришел. Не моя воля, отче, но твоя, да будет». И пошел уже навстречу Иуде, который готовился его предать. Так вот, драгоценное точно так же и в нашей жизни. Одно заканчивается, другое начинается. Нам часто хочется, чтобы с нами рядом были люди, которые бы поддержали нас, когда нам трудно, тяжело, не случайно Иисус взял с собой Петра, Иоанна, Якова. Но они уснули. Потому что, поймите, есть вещи, есть решения, которые мы должны принять только лично. Иисус принял это решение. Он мог бы, зная, предчувствуя, понимая все, уйти. Но Он остался и пошел навстречу Голгофскому кресту. И благодаря этому Его решению благословение и спасение сегодня получают миллионы людей. Так вот, драгоценное, я не случайно вначале сказал, что Иисус, с одной стороны, Сын Божий, показывая нам характер и любовь Небесного Отца, а с другой стороны, Сын Человеческий, показал нам пример совершенной человеческой жизни. Мы идем с вами этим же путем. Да, у нас нет миссии Искупителя. Кровь уже была пролита. Но у нас есть свои миссии, у нас есть свои призвания. И они точно так же порой вызывают внутри у нас такую борьбу, такое противостояние, когда нам хочется и не хочется одновременно, когда эти новые вещи нас манят, и с одной стороны и с другой стороны нас пугают. Нам тоже так же тяжело. И нам кажется, ой, пускай это не будет. Не надо, ладно, можно остаться в старом. Драгоценные, можно остаться в старом. И с тобой все будет нормально. Просто с этого момента ты уже будешь жить неудовлетворенной жизнью. Ты будешь чувствовать, что вот был шанс, а ты его упустил. Я часто говорю, вот мы когда говорили с Аркадием, я ему так и сказал, говорю, Аркадий, говорю, в случае чего всегда приезжай домой, мы тебя любим, но в то же самое время, если ты это не сделаешь, ты будешь всегда жалеть, что ты не попробовал, что ты не попытался, говорю. Ты будешь жалеть, поэтому попытайся, говорю. Царка может быть, но не бойся. Помните, как в том фильме знаменитом 70-х годов, пролетая над гнездом кукушки, где этот здоровенный ниндеец, помните, да, был и герой Джека Николсона, который там на спор хотел тумбу передвинуть. Он пробовал передвинуть эту тумбу. На спор. У него не получилось. Все над ним стали смеяться. На что он им сказал? Слова, которые я запомнил с детства, он им сказал, я хотя бы попытался. Я хотя бы попытался. Есть вещи, которые нужно хотя бы попытаться. И казалось бы, знаете, что интересно, вот сегодня Светлана взяла от этого места прекрасное из восьмой головы послания к кремлинам, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот казалось бы, вот этот герой Джека Николсона, в психбольнице сидящий, попытался передвинуть тумбу, ничего не получилось. Над ним все стали смеяться и все стали ржать. Казалось бы, ну вот попытался, ничего хорошего не получилось. И зачем? И какой от этого толк? Но я думаю, вы все помните, кто смотрел тот фильм, что в конце фильма этот здоровенный индейец, помня о попытках героя Джека Николсона, взял эту тумбу и вышиб окно, и через которое они вышли. Если бы до этого он не видел попытки Джека Николсона это сделать, он бы сам это не совершил. То есть, знаете, очень интересно, даже порой наши неудачи Бог может обернуть ко благу спустя время. Нам так казалось, попытался, не получилось, все посмеялись, и зачем? А это, даже это, неудача, даже это поражение послужило в дальнейшем избавлению этих людей, которые находились под гнетом, ну видели его фильм, под гнетом страшного персонала. Так вот, драгоценное точно так же и в нашей жизни. Может быть, не все, что мы пытаемся, получается. Не все выходит. Но любящим Бога, даже неудачи, даже безуспешные попытки обернутся как благословение. Кого-то мы научим, кого-то вдохновим, кому-то принесем этим пользу. Все содействует ко благу. И вот вы знаете, вот, я думаю, вы сегодня ощутили, да, вот, вот, прийдешь в церковь, вот, тот же самый пастор, Олег Казанцев, музыканты наши, драгоценные, любимые, а бывает разная атмосфера. И вот я думаю, сегодня вы почувствовали, вот, ощущение, словно Бог, вот, вот, реально лето прошло. Новый этап, новые горизонты открываются. Я очень хочу в самое первое воскресное богослужение этого нового учебного рабочего года молиться вместе с вами, чтобы Бог вел вас дальше, чтобы вы не боялись. И когда внутри этот, нет, не пришел, час мой. Пришел. О, минует меня чаша сия. Для этого часа ты пришел сюда. Не бойся. Иди. Может быть, не все получится, однако не будешь жалеть, что упустил эту возможность. Иди, и пусть Бог благословит тебя. Я хочу молиться вместе с вами, чтобы Бог открывал новые вещи. Я очень сам, знаете, хочу, я люблю церковь, я люблю каждого из вас. Я очень хочу, Бог, открывай какие-то новые вещи, новые служения, новые этапы в жизни церкви, потому что не только каждый из нас идет из этапа в этап, мы как церковь идем из этапа в этап. Бог какие-то новые вещи открывает. То у нас там, помните, библейская школа много-много лет была, потом там выезды тишины мы делаем, да, то есть все время что-то новое, какие-то новые вещи приходят, да, и всегда находятся люди пастор, а вот как раньше хорошо было. Это было хорошо, но сейчас Бог творит все новое. Мы с вами сейчас идем все дальше. Я очень, я не люблю тех людей, которые хаят прошлое. Вот когда сегодня говорят, о, какие ужасные 90-е годы были, такое ощущение, что я в 90-е годы где-то на Марсе был, потому что для меня это было чудесное время, я не знаю, как это. Оно было трудное, а когда легко было? Но я не воспринимаю там 90-е годы, ой, тяжелые, или, ой, 80-е годы, советское время там, или там застой 70-х лет. Я не знаю, такое чувство, что у меня... Я благодарен за 70-е годы, за 80-е, за 90-е благодарен, за 2000-е. Сейчас уже 2010-е заканчивается, у нас уже будет 2020 год, да, в этом учебном году. Все, мы уже в 2020-е годы с вами уже уходим, да, смотрите, как время-то идет, время меняется. И что мы будем... Ой, пастор, помнишь? Да помню я. Что, еще пока, слава тебе, Господи. Надеюсь, никогда. Вот. Вот. Но так здорово. Благодаря Богу за все, что было в прошлом, ожидать новых вещей. И не просто ожидать, а шагать в новые вещи. Принимать решение. Я просто пророчески говорю, у кого-то этот учебный год, это будет началом новых вещей в вашей жизни. Просто пусть вас Бог благословит, чтобы вы шагнули в это новое, не испугались. Для этого часа мы пришли сюда. Давайте закроем глаза. склоним наши головы. Всемогущий Господь, я молюсь сейчас за каждого моего брата, за каждую мою сестру. я знаю, я знаю, что ты любишь каждого человека здесь. И для каждого у тебя есть свои времена и свои сроки. Бог, я так люблю каждого человека в церкви, но я знаю, что ты любишь намного больше меня. И ты так много приготовил любящим тебя. И я прошу, Боже, помоги нам не остаться в старом, не испугаться, но пойти дальше в нашей жизни, в нашем служении тебе. Открывай, Господь, новые горизонты. Открывай, Господь, новые двери. Показывай нам новые рубежи, новые этапы, чтобы мы, заканчивая старое, входили в новое. Чтобы мы не жили однообразной, неудовлетворенной жизнью, жизнью вчерашнего дня. Чтобы мы были люди, которые ощущают и понимают то, что ты творишь сегодня. Бог, благослови каждого верующего, чтобы этот новый 2019-2020 год для многих стал дверью в новый этап жизни, ступенью на новый уровень жизни. Благослови, дай мудрость, дай смелость пойти дальше во имя Иисуса Христа. Возьми руку ближнего. И я, Господь, также молю за всю церковь. Благослови, Господи, всю церковь. Веди нас дальше. Мы не хотим быть церковью средневековья, мы не хотим быть церковью 20-го века, мы хотим быть церковью настоящего времени. Спасибо тебе, Господь, за всю двухтысячелетнюю историю церкви, но мы знаем, Бог, Ты живой сегодня. Ты не просто действовал 2000 лет назад, Ты не просто действовал в Кане Галилейской, Ты действуешь сейчас, сегодня в нашей жизни, в нашей церкви. Веди нас дальше. Открывай нам новые горизонты Божьи. Своди нас новыми служителями, проповедниками, через которых Ты бы обогатил нас, которых Ты призываешь послужить и направить нас дальше. И я молю, мой Бог, самое главное, чтобы у каждого из нас начался новый этап Богопознания, не просто внешней деятельности, но внутренней близости с Тобой. Я знаю, мой Бог, что есть так много духовных переживаний, которые мы упустили в прошлом. Есть так много благословений в молитве, в поклонении, в духовном поиске, в которые мы до сих пор не вошли. Веди нас, Дух Святой, дальше. Без Тебя не можем делать ничего, Господь. Ты нужен нам, Ты нужен нам. Я молю, мой Бог, чтобы новый этап Бога искания, Бога познания, переживания Твоего присутствия пришел в жизнь каждого служителя церкви. Благослови, освежи их, чтобы они не просто работали в церкви, но были людьми особой духовной интуиции, духовной чуткости, переживающими близко взаимоотношения, общения с Тобой. Благослови, Господь. Благослови, Господь, всех лидеров церкви, лидеров разных отделов. Благослови, мой Бог, чтобы мы не просто что-то делали, но делали с Тобой, вместе с Тобой. Благослови каждого верующего, каждого брата, каждую сестру Божию. Мы с ожиданием, с надеждой, с упованием входим в эту осень, и мы открыты, Господь. Для этого часа мы и пришли, мы открыты. Твори, Боже, твори все новое, веди нас дальше, из славы в славу, из веры в веру, из силы в силу. И да будет тебе слава, честь и хвала, великий всемогущий Господь. Аллилуйя! И каждый верующий да скажет Аминь. Аминь.